Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. Возможно, многие из вас не знают, но на текущий момент подписку World of Warcraft можно оплатить только используя жетон, либо пользуясь тем балансом, который у вас остался на кошельке Battle.net. По этой причине, голдишку фармить само собой полезно и нужно, с целью того, чтобы просто-напросто купить себе жетончик. По этой причине, многие люди на Твиче писали мне о том, что вот, Максим, было бы неплохо, если ты сделал какой-нибудь видосик по голдфарму. Ну, окей. В целом, я обожаю голдфарм. Голдфарм особенно чистого золота. Что это именно такое? Это фарм золота, когда ты без участия аукциона получаешь голдишку. Это приятно, это замечательно. Ни с кем не участвуешь, соло сам по себе, фармишься. Ну, реально круто. Именно поэтому я и любил дренорские гарнизоны. Слава гарнизонам. Ну, а сегодня мы поговорим о чистом голдфарме в Ковенантах. В целом, он прекрасен и не требует особо много действий. Первое, что хочу посоветовать, это призывы. Выполняя каждый призыв, мы получаем примерно по 2000 золота, продавая те серые предметы, которые нам прокают с призывов. Также не забываем о том, что в тот момент, когда мы сдаем призыв, то мы получаем репутацию. 1500 получается при дефолте, 1650 если вы хуман, 1800 хуман плюс ярмарка. На текущий момент идет ярмарка, поэтому это довольно-таки интересно. Почему я говорю об этой репутации? Потому что у нас имеются прогон-сундуки, припасы различные. Два у меня на текущий момент активно, можно их сдать. И за каждый такой сундучок я получу примерно по 4000 золота. Это тоже, да, довольно-таки неплохо. Хороший вклад в наше общее количество золота. Ну а самих призывов по 1700. Таким образом, можно уже посчитать, сколько мы получаем только лишь с одного персонажа голдишки. Идем дальше. Возможно, у вас на текущий момент много аниме. Рекомендую вам подсобрать ее с абсолютно всех ковенантов, которые у вас имеются. И что делаем с ней? Я вступаю в кири. И всю вымененную аниму с других ковенантов я реализую кири. Самое главное помнить о том, что кап это 200 тысяч аниме. Если я юзну еще один баджик, то 700 аниме просто-напросто зальется, а 300 уже сгорит. Портаемся в ковенант, и сейчас будем реализовывать всю эту аниму. Кирийские нагрудники для латников. Это самая выгодная покупка, если я все правильно отчекал. 85 золота, цена продажи. Стоимость 250 аниме. Таким образом, 1000 аниме. Это 340 золота. Я юзнул 195 баджиков. 195 баджиков на 340. Это что у нас получается? Это получается по предварительным расчетам 66300 золота. Процесс выменю довольно-таки долгий, но если какого-то количества голды вам не хватает для покупки жетона, то почему бы и не поюзать? Займусь этим. Напишу сейчас макрос. Покупаю. Надеваю. Подтверждаю. Переодеваю. Продаю. Возможно, можно еще как-то ускорить этот способ. Я подумаю об этом. Но, я думаю, принцип понятен. И, само собой, что у нас еще? Еще у нас командирский столик замечательный. И если раскачаны соратники в ком-то ковенанте, можно отправлять квестики на новые реагенты, которые чуть-чуть можно продать науки, либо как-то реализовать. Также квесты на золото. Не стоит о них забывать. 250 золота, 300 золота, 350. Если их прокает много, это замечательно. Ну и прокачивайте все это. Быть может, в ближайшее время я сделаю видосик с быстрой прокачкой стола, небольшим абузом. И, возможно, этот видосик вам поможет в ваших начинаниях в командирском столике. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. До скорого.